Всем добрый день! С вами Михаил Томойкин. Сейчас я хочу в этом сюжете рассказать об инвестировании долгосрочном, по крайней мере мне так представляется, в предметы материальной культуры. Небольшие деньги нужны для вклада, на мой взгляд, опять же, и о экзотическом виде собирательства. То есть, это как бы вот, если у вас, конечно, есть определенный излишек капитала, относительно небольшой, вот, если у вас есть источники, скажем так, где вы можете приобрететь эти экзотические предметы, если у вас есть время ждать и, конечно, желание вообще в это все влезть, ну, то есть, этим заниматься. Это для публики, которая имеет небольшой относительно доход, то есть капитал стартовый нужен относительно небольшой, но, наверное, для того, чтобы с этого получить очень хорошую отдачу, это нужно относительно большое время. Ну, большое время, я считаю, так это, ну, наверное, пять лет, там, двадцать лет, а может быть, и правнуки ваши получат уже от этого выгоду, если, конечно, вам это интересно. Для начала, по традиции, для нашего душевного равновесия и хорошего миропонимания лекарства за ваше здоровье, за ваш разум, вот, ну, за все хорошее в жизни я как живу, так живу, мне нравится. Итак, за успех, за ваше здоровье, за уверенность, ну, спокойное восприятие всего, что в мире происходит, грамотная, вот, адекватная реакция. Ну, давайте. Дело в том, что я много путешествую, огромное количество связей, в общем-то, у нас есть свой график покупки определенных предметно-тематических рядов, определенных предметов, за которыми мы охотимся, которые мы ставим в план непосредственно работы. Это серьезные предметы, но иногда получается так, что, общаясь с людьми, общаясь, в общем-то, с увеличивающимся число соратников, друзей в разных совершенно областях, я имею в виду и географических, и жизненных, вот, а лично у меня тренировки, здоровый образ жизни, бои без правил, вот, и экспертиза, и предметы материальной культуры. Вот это направление, по которым я формирую свой жизненный график ежемесячный, там, ну, конечно, общаясь, так вот, я по существу хочу сказать, когда я путешествую к своим друзьям, иногда говорят, вот тут-то коллекционируют, тут-то, там, ну, что только не коллекционируют, коллекционируют все, вот, там, я говорю уже, пуговиц каких-то, этикеток, там, пивных бутылок, там, пробочек, дамских шпилек, ну, ну, все коллекционируют. Главное, чтобы это было востребовано, во-вторых, чтобы это было интересно, чтобы вы этим самовыражались. Понятно, что если какой-то там дамочке, актрисе, там, ну, например, вот, Том Хэнкс, знаете, такой, этот, мне он лично запомнился по фильму мальчишник, такой вот, из 70-х годов, вот, значит, там, Глен по кличке Член и так далее, в общем, ну, интересный очень фильм был такой, который в мое время, это 80-е годы, такой менталитет формировал такого плейбоя, вот, так вот, Том Хэнкс коллекционирует печатные машинки, и он, главное, что он с ними везде ездит, все свои самые лучшие экземпляры, этого его входит в контракт, как актера, да, вот, куда он перемещается, и он перед любым выходом из своей гостиницы, там, роскошной, вот, он всегда ими любуется, ну, вот, у человека такой бзит, более того, если вы приходите, ну, как это уже, мемуары, там, вот, все пишут о коллекционерах, вот, он всегда хвастается, это понятно, вот, он приходит к нему какой-то друг, или новый какой-то знакомый, вот, он всегда показывает машинки, если человек неадекватно относится, без уважения к его типу коллекционера, не слушает его внимательно, то к нему этот актер, знаменитый американский, уже мировой, относится с определенным пренебрежением, зачастую даже отказывает репортерам интервью, вот, ну, вот такой бзик у человека, я не отношусь к таким людям, мне лично интересно коллекционировать, интересно познавать, ну, и когда есть какой-то определенный капитал, если он списывается в рамках траты моего бюджета, то я, соответственно, уже пытаюсь приобретать. Итак, я хочу уже сконцентрировать ваше внимание на двух предметно-тематических направлениях, которые я сейчас вам расскажу, и которые явились сами собой, вот, просто спонтанно вылезли, как бы, из ниоткуда, которые я, ну, потихонечку, так нехотя, начал коллекционировать, и уже собралась, ну, действительно, очень большая коллекция. Одну коллекцию, вот, я ее держу, я приобрел очень быстро, и вторую такую, собственно говоря, и вообще я такое предметно-тематическое направление практически не встречал, хотя я общаюсь, не знаю, с тысячами людей, которые в этой сфере варятся. Значит, речь пойдет о этикетках на вот этих вот, таких вот молочных, или как их называют, видите, у меня в руках, вот, на вот этих вот молочных, вот этих вот пластиковых чашечках, вот этих вот пакетиках, или как их называть, не знаю. Вот, это предметно-тематическое, сейчас я о нем немножко расскажу, вот, вот это предметно-тематическое направление ко мне пришло совершенно внезапно, то есть, я узнал от одного человека, что какой-то там распродаются какие-то старые вещи, и я пришел, но для себя я ничего нового там не увидел, но я обратил внимание на вот эти альбомы, которые лежали, и вот эти вот альбомы меня очень интересно заинтересовали, вот я вам просто показываю, да, некоторые, сейчас я покажу больше вам, я просто для интриги, для начала разговора скажу, что меня они очень сильно заинтересовали, я их купил, я скажу так, что купил я их за очень небольшую сумму, очень небольшую сумму, я ее назову, в принципе, каждый альбом мне достался меньше, чем за 150 евро, вот, ну, где-то я в целом заплатил, по-моему, там чуть меньше, чем 600 евро за вот эти все 4 альбома, значит, здесь 9 тысяч вот этих вот этикеток, нашлепок, или как там называть, я не знаю даже, как это, как это предметно-тематическое направление, но меня оно очень удивило, почему, давайте сейчас вот по порядку немножко расскажу, я буду вам показывать какие-то эти самые, ну, просто вот я беру любые, вот я вам покажу, они все очень интересные, мне они лично очень-очень не нравятся, потому что они отражают, ну, огромное количество жизненных ситуаций, огромное количество явлений, свойств, вещей, выставок, ну, жизнедеятельности разных сфер совершенно человека, это европейские, в основном, есть тут несколько американских альбомов, не альбомов, а листов, которые отражают быт и какие-то интересные явления Америки, вот, ну, вот посмотрите, пока я тут расскажу, я в детстве коллекционировал марки и значки, с первого класса, мы в Советском Союзе менялись этими марками, бегали за ними, и позже я уже, будучи уже серьезным потомственным коллекционером, ну, вот, мне это родители поощряли, отец особенно поощрял, что я там покупаю марки, естественно, денег никогда не хватало, первые классы начальной школы я в Нижнем Новгороде, вы знаете, такой город закрытый, это был закрытый полностью город, так вот, там несколько было филателильных магазинов, по-моему, два, в верхней части города и в нижней части города, естественно, туда мы бегали, мы там пытались купить какие-то марки, но поскольку это была, в общем-то, не центральная часть, не Москва, там, не Петербург, это был закрытый город, повторяю, туда товары приходили, ну, особенно вот такие вот, это уже, как это, Петербенки, по-украински сказать, то есть это товары не первой необходимости, то они туда приходили, естественно, ну, скажем так, не самого лучшего качества, и не то, что оставалось от Москвы, наверное, и от других крупных городов российских. Так вот, мы собирали марки, и обменивались ими, там, дрались за ними, переписывались, был журнал такой, филателлии, там, какой-то, я не помню, где, филателлии, мы там списывались с кем-то, нам присылали, обманывали, писали мы письма на обум, там, в любой город, там, я помню, что я написал, Киев, Крещатик, Дом-1, будучи в третьем классе, отослал туда, конечно, ненужные марки свои, которые у меня там было, по пять штук, и просил, чтобы мне прислали взамен, желательно, какие-нибудь экзотические, там, интересные марки, там, Бельгии, Нидерландов, но, таким образом, мы познавали мир. Позже уже, когда я уже стал серьезным коллекционером, я хочу сказать, что я прочитал фразу, я не помню, кого это, но это кого-то из английских великих людей, который сказал, что в маленькой марке отражается экономика страны, которая ее, собственно говоря, произвела, и которая является, ну, как бы, вот этим вот, не собственником, а, ну, а из которой страны происхождение эта марка. Потом уже я позволил себе не согласиться с этим. Почему? Ну, потому что в моем детстве даже, в советском, гвинейские марки, марки там какой-нибудь Зимбабве, Камеруна, выглядели так шикарно, это были бабочки, какие-то жуки, животные, ну, много очень пауки там, я помню, ну, просто марки великолепные, даже с золотым этим тиснением, стоили они на то время очень дорого, и мы их, ну, не всегда, там, экономят деньги, мы пытались их, вернее, купить и потом меняться. Там эти, как их называют, наборы эти целые, как их, когда они склеены, я не помню, как они называются, филателии. В общем, у меня сохранились какие-то альбомы от этих марок. Марки сейчас я коллекционирую, ну, как бы так, нехотя, какие-то экземпляры, естественно, у нас в коллекции есть, предмет тематического направления, лично меня оно не сильно сейчас интересует, но хотя самым большим коллекционером марок, если кто знает, нам, по-моему, является английская королева. Почему, я хочу сказать, те марки, которые уже принято, стоят очень дорого, то их очень легко превращать в деньги. Ну, например, я когда в своих лекциях таможенникам говорю, что вот вы там тормозите иконы на границе, задерживаете там оружие и так далее, а как вот вы проверите, что я не везу с собой там альбом марок или набор марок, которые стоят достаточно дорого. Ну, у них это вызывал скепсис, потому что я говорю, я демонстрировал простой пример, я это демонстрировал в том числе начальникам таможен. В Украине два раза у меня были курсы, один раз я на международной конференции таким образом, ну, не сказать дурил, но, по крайней мере, я их ставил в цепь ноты, в положение буквы или, как сказать, в позу НЮ. Почему? Потому что я давал им паспорт, паспорт у меня был в обложке, ну, мы имитировали прохождение таможни, я говорю, что я вам за вашей подписью, и это успешно проходил, показывал, каким образом можно в странах СНГ вывести хоть и эфелеву башню за подписью того же таможника, который вас проверяет. Я не буду сейчас об этом рассказывать, но я давал паспорт, за обложкой паспорта у меня лежало несколько марок. И я говорю, что вот как вы проверите, если я маленькую марку, которая стоит там 10-12 тысяч долларов, представьте себе, что я террорист, я ее провожу, и таким образом я получаю незаконные деньги. Ну, как по вашему мнению, да, но если я являюсь собственником, честным собственником, на каком основании меня это хотят там каким образом лимитировать. Но сейчас речь не об этом. Я хочу сказать про маленькие марки, чем они выгодны, в отличие от мебели и от какого-либо там другого. Даже вот такую вот кушетку я вряд ли смогу провести незаметно для таможни. А вот такую маленькую этикеточку или марочку я провезу безболезненно для любой самой бдительной таможни. И таким образом могу выручить достаточно солидные деньги. Ну, так сказать, неконтролируемые с точки зрения государственных структур. Так вот, хочу сказать, что марки являются очень удобным видом вклада. Так же, как любые предметы, которые являются там печатной продукцией, которые котируются на каких-то крупных торговых площадках. Не говоря уже там про аукционы. Если вы там получите в своей коллекции там какую-то перевернутую Дженни, за которую там заплатили 830, по-моему, тысяч долларов в 2004 году, а их всего там известно около 100, сказали. Вот 800 тысяч долларов стоит одна марка, которую там напечатали. Там самолет был в перевернутом виде, этажерка. Она, по-моему, 1912 года, эта марка. Вот она стоила на 2004 год 830 тысяч долларов. Вот это такой простой пример. Естественно, имея такую марку, вы обладаете хорошим капиталом и можете его безболезненно перевозить куда хотите. Вот это, как бы, такой аспект. Но вернусь к этим этикеткам. Я сказал, что кто-то из великих произнес фразу, что в марке отражается экономика страны. И, приводя пример Гвинеи, Камеруна, Зимбабве и других там малоразвитых банановых стран, это как раз характеризует альтернативу или критику вот этого тезиса. Так вот, в марке вряд ли может отражаться, то есть, по крайней мере, этот тезис не относится к странам третьего мира или там банановым республикам. Потому что марка может быть шикарная, а экономика страны и вообще развитие, уровень менталитета, уровень образования и все другие там критерии, которые относятся к уровню развитости страны и народа, они ниже плинтуса. Вот почему я приобрел вот этот вот, вот эти вот, сразу же с хозу купил все альбомы, которые я увидел. Потому что вот эта вот молочно-кофейная продукция, вы знаете, она продается сейчас, ныне там в супермарках, в всяких там забегаловках, и достаточно обиходно она потребляет. Но чтобы собрать вот такую коллекцию тематически выверенных, вот я даже не знаю, тут все, тут и великие деятели, и какие-то виллы, и какие-то события, которые в мире отражают. Причем производство это Австрия, Англия, Швейцария, Голландия, Америка. Вот этих, то есть коллекционер собирал их целенаправленно, тематически, долгие годы. Вот у меня тут 4 альбома, вот этот альбом, сейчас я скажу, какого года, 99-го года, вот который я вам сейчас демонстрирую. Вот чтобы собрать вот такую коллекцию, ну, я даже не знаю, что нужно. То есть это нужно в разных супермаркетах, в разное время, или там огромное количество своих знакомых, которые путешествуют, там перемещаются по командировкам, чтобы они привозили вам какие-то, покупали, ходили в супермаркет, вот это вот. Но это еще не все. Вот если вы, например, коллекционируете марки, вы знаете, то марку вы берете и сразу кладете в этот клястер. То чтобы вот сейчас мне отодрать вот это вот, ну, так, чтобы не попортить и не порвать. И еще целый вот этот вот набор какой-то, вот так вот, и красиво. И они же разные, то есть это набор, мне нужно даже не один купить, чтобы, ну, потому что я начинаю отрывать, вот у меня, например, плохо получается оторвать, чтобы вот этот вот хлястик там не оторвался, чтобы вот так вот ровно его вытащить, вытащить вот с этого, ну, как его, с этого пластикового бокальчика, или как он называется, пакетика. Ну, это даже вот сказать не могу, что для этого нужно, каким образом нужно научиться это все вытаскивать. Я хочу сказать о чем. Вот здесь, вот в этих альбомах, сейчас я вам другие покажу, ну, для меня это, меня они просто привели в трепет и в хороший такой коллекционный этот самый. Вот здесь, например, 2580 этикеток. Вот я сейчас вам их просто покажу, вот так вот я буду их листать. Посмотрите, вот просто сфокусируйте ваше внимание, да, на том, что здесь отражено и что здесь изображено. Вот посмотрите, я буду так вот не спеша листать. Вот здесь яхты, какие-то, не знаю, пейзажи, события в разных странах, там в Японии, например, там посвященные какому-то самурайским предметам, вот, посвящено каким-то соревнованиям, не говоря уже про Олимпийские игры. И это все выпускалось фабрикой в какой-то стране, высокоразвитой, разумеется, это не выпустят в каком-нибудь Камеруне или в каком-нибудь там, не знаю, Зимбабве. Вот, ну, почему? Потому что это не марка. Здесь нужно соблюсти технологию, в первую очередь, продукта. Здесь же продукт важен, да, для потребителя, чтобы клиент именно остался доволен качеством продукта. Тут соблюдается вся технология, это же пищевой продукт. И, соответствующим образом, на него наклеена, нанесена этикетка. Эта этикетка отражает и является сама по себе шедевром. Я бы сказал, тут есть Джакона, тут есть музеи знаменитые, есть, ну, не знаю, космонавтика, все образы там, даже, не знаю, какие-то автомобили, самолеты, космические аппараты, пирамиды Хеопса, там различные, не знаю, там события политические, там встреча Рейгана, встреча там еще всяких там, Горбачева, распад Советского Союза, это, смотрите, часы, вот, посвященные особо выставкам и знаменитым часам, которые находятся, ну, на пике, наверное, часового искусства. Вот, какие-то, не знаю, там, курорты. В общем, чтобы выпустить и собрать вот такую коллекцию, это я даже не знаю, что нужно сделать. И вот сейчас я являюсь, да, различные типы наций, какие-то, не знаю, детские события. Ну, в общем, столько можно узнать о разных странах, водопады, там, защита животных, уникальные, красивые там, животные, которые в Красной книге. В общем, вот это экзотическое направление собирательства меня повергло в такой трепет, как коллекционеры. Я купил, в общем-то, сразу не торгуясь, сколько мне сказали, я сразу столько денег и отдал. за эти альбомы. Вот. И я сейчас являюсь обладателем вот этих четырех альбомов. Здесь порядка десяти, ну, чуть меньше десяти тысяч единиц. Вот если перевести, это все в деньги. Вот простой, вот такой вот, шесть штучек, стоит где-то доллар, евро восемьдесят. Шесть штучек стоит. Ну, в среднем цена. В разных странах по-разному. Где-то вот, где больше, где меньше. Все зависит от качества продукта. Ну, и, наверное, от производителя и от других каких-то факторов. Налогов, там еще чего-то. Но в среднем, если говорить, то шесть штучек стоят где-то полтора евро, два евро, может, чуть меньше, чуть больше. Естественно, те, на которых особенно нанесен какой-то красочный рисунок или она посвящена какому-то событию, стоят дороже. Но я хочу сказать, что только себестоимость, вот, если считать, что при условии, что каждый оторванный вот этот вот снятый, этот самый, как его, этикетка вот эта снятая, она не порвана, там, не нанесена никаких этих, ну, они все без дефекта, они сняты каким-то удивительным, чудесным образом. У меня, если не получается снять так, чтобы не нанести на нее дефект, ну, не принести дефект. А представьте себе, я должен купить не одну вот такую вот упаковку, а несколько, чтобы мне составить вот всю вот эту композицию. Ну, здесь она, это простая, она не посвящена никакому событию, я пошел и купил в магазин. Так вот, получается, что 2000 евро это самая минимальная стоимость, только вот то, что человек потратил, чтобы их купить на сегодняшний день. Их, естественно, покупали в 99-м году, если перевести эти деньги уже на сегодня, ну, я даже не знаю, что это уже получается, ну, минимум там в 5-6 раз дороже. Вот эта коллекция стоит только по себестоимости, но если говорить про флуктуацию доллара, и, естественно, уже повторять такой выпуск фабрика вряд ли будет. Тем более, что ряд производителей, их уже просто таких нет. Это я к чему говорю, что, на мой взгляд, вот этот тезис, который говорит о том, что этикетка отражает уровень экономики развития страны и общества на тот момент более применимо вот для таких этикеток, нежели, чем для марок. Потому что Камерун такого не выпускает, Зимбабве, Гвинея, там, и прочие страны, даже там, не знаю, Египет, и Ближний Восток, там, он не выпускает такого качества, вот такие этикетки. Поэтому, на мой взгляд, эта коллекция, ну, это очень хороший инвестиционный вклад, она требует только определенной раскрутки, и в таком объеме я не знаю, кто еще коллекционирует вот такие предметно-тематические направления. Я не знаю, кого-то я не спрашивал, говорю, вы собираете там этикетки от МОН? Нет. Почему? Ну, потому что в Советском Союзе тематических показов, вот таких вот, их просто не выпускают, не выпускали. По крайней мере, я не знаю, чтобы сейчас кто-то выпускал какой-то производитель, даже там, как это, простоквашенный, или какой-то домик в деревне, не знаю, что еще там, какие там производители молочной или кофемолочной продукции, они выпускали тематические, посвященные определенные. Только там знаменитые производители, мощные производители, это австрийские, швейцарские, мировые, которые в развитых странах выпускали вот такие вот тематические этикетки. Их еще нужно выловить в магазине. Поэтому эта коллекция уникальная и она требует своего отношения, определенной рекламы. И дальше, если это мне захочется вдруг превратить в деньги, я думаю, что ту сумму, которую я захочу за нее, ну, по крайней мере, она будет много-много выше, чем я это приобрел, я думаю, что я ее получу. Ну, это вот, по крайней мере, такое представление. Почему я об этом говорю? Я сейчас расскажу про другое тематическое очень коротко. Ну, так получилось, что вот эти вот баночки, коробочки из-под всяких там кексов, конфет, вот они у меня стоят здесь. Как-то, само собой, ну, не знаю, почему, в силу как дополнения, там, в начале это просто было такое вот интересно детям принести там с какой-нибудь путешествия, принести сюда, положить, конечно, я покупал это все в качестве там такого, да-да, каким-то сделкам. Вот, сюда кладу конфеты и прихожу, приезжаю там с командировки и детям своим там или знакомым вот такие коробочки дарил с конфетами, естественно, туда. Вот, ну, сделать там красивый пакет или это не составляет труда, когда вы приходите в гости, то вот детям подарить вот такую набитую там каких-то хороших шоколадных или других конфет, ну, очень даже приятно. И вот, таким образом у меня получилось, что поскольку езжу я очень много, очень много езжу, то, чтобы приехать и привезти там своим детям какую-то конфетки, ну, вот я покупал такие вот коробочки, баночки, и у меня их дома начинало скапливаться. Потом появились уже интересные вот с такими музыкальными сопровождениями. Их тоже таких много. Сюда там иногда привозил там знакомым, родственникам там чай и прочее. Ну, дарили, естественно, очень много. Но было уже, стало интересно и с разных совершенно стран, в первую очередь европейских, американского континента, вот я стал интересоваться и привозить, если, естественно, позволяет багаж, вот такие вот коробки. К чему это я хочу сказать? Да, ну, про качество. Естественно, когда я уже стал более-менее разбираться, вот, интересоваться, на моих глазах одна дама, я не помню в какой стране, то ли в Амстердаме, то ли это было в Бельгии пару лет назад. Я видел, что одна дама вместе со своей напарницей именно интересовалась вот этими коробками. Прямо из-под моего носа забрала какие-то там экзотические, ну, старые коробки, не знаю там. И я у нее стал спросить, она на меня так посмотрела, но поскольку я хожу как этот, выгляжу я, наверное, не сильно на профессора похож, я имею в прямом понимании, да, я там лысый в спортивном костюме, у меня там руки набиты, вот, я выгляжу, наверное, больше как какой-то неформал, чем профессор там высоких материй. Ну, смысл такой, что она со мной долго и не сильно разговаривала, но мы находились в людном месте, потому что она так по сторонам все время осматривалась, думала, может, какой-то там бандит к ней пристает, но поскольку я с ней говорил любезно, на хорошем английском языке, то она потихоньку мне рассказала, что она зажиточная, успешная, и вот это предметно-тематическое направление, и с ней была подруга, она подруга вообще вот так стояла с лицом, там, кирпичом, и быстрее там тянула за руку, чтобы быстрее она от меня ушла. Но там была воспитанная, и не ответив на мои вопросы, она, естественно, не могла ретироваться. Но, скажу итог, что она сказала, что у нее там около 3000 этих коробок, в основном она коллекционирует коробки, которые выполнены из латуни. Вот это не покрытие. Вот это не покрытие. Вот тут можно поцарапать, посмотреть. Это латуна. Бывают коробки, которые с покрытием. Вот я хочу сказать, что я уже обратил на это внимание. Вот морская сцена. Тут написано, сделано в Бельгии. Да? Сделано, да. Сделано в Бельгии. Вот лейба стоит. Вот. И это морская какая-то коробка. Тут, по крайней мере, сейчас я вам покажу. Вот если можно, эту лейбу вы сейчас прочитаете, что я вам не вру. Да? Что это сделано в Бельгии. Так вот. Вот здесь вот якоря по краям. Вот. Тут целая куча вот этих якорей. Видимо, она сделана под какое-то событие. И, наверное, какие-то тут или конфеты, или кексы, или какие-то пирожные, которые предназначены для элитных каких-то морских круизных лайнеров. Там специальный выпуск морской тематики. Коробка нержавеющая. Соответствующим образом коробки, которые выполнены из латуни, старинные, с хорошим сюжетом, или коробки музыкальные, у нас их там тоже, наверное, или не наверное, а точно, стоят намного дороже, чем простые. Конечно, коробки, которые отражают вот такую вот форму, как машины, паровозы там и так далее, домики, они также, наверное, сундуки там какие-то, они ценятся будут намного дороже, чем простые коробки. Вы знаете, существуют круглые такие в разных странах, но в России я практически коробок таких мало видел. в основном только там в Елисеевском магазине в Москве или в Санкт-Петербурге на этой мойке или как там улица еще называется, в Невском проспекте рядом с ним. Вот я видел, продавались именно. А в простых городах, раньше там маленькие леденцы продавали, как их называют, терболовы в Санкт-Петербурге. Сейчас уже практически их не выпускают, потому что овчинка-выгилки не стоит. Только очень уверенные в себе производители выпускают достаточно дорогую продукцию. И чтобы вот коллекционировать такое предметно-тематическое направление, нужно иметь определенный капитал. Хотя, я считаю, что если у вас позволяют там помещение и позволяют у вас какие-то места хранения, вот инвестировать в такой предметно-тематический ряд сейчас крайне выгодно. Потому что в Европе вы можете купить такие коробки за бесценок на облашиных рынок. Найти, по крайней мере. Или там в старых магазинах их поискать. Конечно, вы можете покупать уже в хорошем магазине супермаркете, но тогда стоимость это будет где-то там за 30 евро, то, что больше 15 евро будет, естественно, содержимым. Это такой уже ощутимый вклад. А так вы можете пока приобрести их там не знаю там 3, 5, 7, 11 евро особые ценные коробки. Но на мой взгляд пройдет 15, 20, 50 лет вот это предметно-тематическое направление будет достаточно серьезно котироваться и пользоваться спросом. Потому что вы знаете, что в мире число хаоса, войн, катастроф производители стараются выпустить продукцию, которая приносит им максимальный доход. Соответствующим образом, вот такая продукция, которая воспринята на элитного покупателя, она имеет небольшой контингент. А вы знаете, что в мире уже наблюдается дефицит продуктов, количество голодающих и умирающих в том числе от голода растет. Поэтому производители сейчас рады вообще выпускать продукцию и выпускают со всякими там добавками, заменителями уже не до как этого жиру. Соответствующим образом продукция, которая предназначена и направлена на элиту, ее количество будет сокращаться. Это прогноз не только мой. Зайдите на прилавки магазинов, посмотрите и увидите, что продукция, если в таких упаковках, она стоит неимоверно дорого. Она стоит для простого человека недостигаемой практически суммы. Ну, а через какое-то время вот эти коробки, вот такой вид коллекционирования, на мой взгляд, будет окупаться в тысячу раз легко и непринужденно. Ну, вот это об экзотике и о долгосрочном инвестировании. Я призываю, в общем-то, только каждого задуматься, интересно им, неинтересно, но лично мы двигаемся по такому пути, создавая хороший задел уже для наших потомков. Ну, конечно, выставлять в данный момент какие-то экспозиции, специально узкоспециализированные, посвященные вот этим этикеткам или коробка пока еще нецелесообразна. Пройдет так лет 15-20, я думаю, что это будет очень интересно и народ в это будет тратить деньги, чтобы только посмотреть. Это интереснее, чем акулы в формолине или там квадраты Малевича и в срочистом окурке в банках трехлитровых Гельман или кого-то еще. Наверное, на такие шедевры будет интересно посмотреть для любознательной публики, желающей прочувствовать ту мощь экономики тех стран, которые обладали таким производством. Это так вот коротко. Всего вам доброго, до свидания, будьте здоровыми, счастливыми, уверенными в себе. Ну вот так вот. До свидания.